МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У спасателей началась горячая пора. Лесные пожары, как следствие аномальной жары, привели край к введению режима ЧАЭС регионального уровня. Какими средствами борются с огнем в труднодоступных уголках края и почему власти все-таки намерены ввести режим ЧАЭС межрегионального уровня? Полететь в Геленджик или Симферополь за 8 тысяч рублей реально. Новые субсидированные маршруты соединят города Дальнего Востока и Запад страны. Какие льготные направления будут доступны для жителей Хабаровска? Это еще не конец. Проблемный участок дороги на Павла Морозова начали закатывать в асфальт, но пока только техническим слоем. Почему специалисты не спешат завершать все работы, и когда жители краевой столицы все-таки смогут проехать по готовому на 100% дорожному полотну? Пандемия и удорожание стройматериалов внесли свои коррективы в строительство инфекционного корпуса детской больницы. На каком этапе сейчас находится возведение такого долгожданного социального объекта и почему без привлечения дополнительной рабочей силы не обойтись? Ток против боли. Практика вживлять в спины пациентов электроды дошла до Хабаровска. Как это работает и когда временные устройства медики заменят на постоянные? Море не зовет. А температура воздуха никак не победит, совсем не летний плюс 20. Стоит ли сейчас отправляться на отдых в Приморье, где объявлено новое штормовое предупреждение? Видимое таковым не является. Именно так характеризовал свои работы, пожалуй, самый загадочный художник 20 века Рене Магрид. Какие полотна мастера могут увидеть хабаровчане и как правильно трактовать эти замысловатые картины-ребусы? Отпуск закончился. Хоккеисты Амура начинают предсезонную подготовку. Когда стартуют первые тренировочные сборы и будет введен режим активных тренировок обновленной команды. С конца прошлой недели в Хабаровском крае действует режим ЧС регионального уровня. Причина – лесные пожары, как следствие аномальной жары. Сейчас их тушат около населенных пунктов в Охотском и Аяномайском районах. Уже несколько дней спасатели пытаются ликвидировать огонь вблизи села Джигда. Тушат пожар с помощью вертолета Ми-8, который заливает с воздуха кромку очага. Как было заявлено на оперативном совещании в правительстве региона, полностью справиться с лесными пожарами пока невозможно. По словам гидрологов, из-за температурной аномалии и отсутствия дождей количество термоточек растет с каждым днем. Практически все очаги возникают в труднодоступных местах и в горной местности, куда добраться наземными силами нереально. И по прогнозу, в ближайшее время сильных дождей на территории Хабаровского края не ожидается. Чтобы справиться с огнем власти, намерены обратиться в федеральный центр с просьбой ввести режим чрезвычайной ситуации межрегионального уровня. Обращаемся в Рослесхоз с дальнейшим обращением в комиссию правительственную по чрезвычайным ситуациям с просьбой ввести режим чрезвычайной ситуации федерального значения, потому что уже республика Якутия обратилась в правительство. Ну и мы видим, что у нас перспектива по погоде нерадужная. Такой режим позволит рассчитывать на дополнительные средства из федерального бюджета. Кроме того, в Хабаровском крае планируется изменить подход к тушению природных пожаров. Например, в следующем году в Охотском и Айяномайском районах создадут склады для хранения авиационного топлива. Но сегодня ситуация там все-таки самая сложная. И в начале недели туда из краевого центра вылетели дополнительные силы МЧС. Какие задачи стоят сейчас перед спасателями и с какими вызовами им приходится сталкиваться? За комментарием мы обратились в Главное управление МЧС по Хабаровскому краю. На связи с нами Анастасия Котова, заместитель начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Анастасия, здравствуйте. Расскажите, сколько сотрудников находится на месте и в какие населенные пункты они доставлены и какую работу ведут. Мария, здравствуйте. Аэромобильная группировка спасателей Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю продолжает нести дежурство в Аяно-Майском районе. Всего на месте находятся 30 спасателей поисково-спасательного отряда и специализированной пожарно-спасательной части. Они распределены по наиболее труднодоступным населенным пунктам, с которыми отсутствует наземное транспортное сообщение. Это АИМ, Джигда и Нилькан. Спасатели МЧС России доставлены туда в превентивных целях для защиты поселков в случае ухудшения пожароопасной обстановки и угрозе перехода огня, природных пожаров на жилые постройки. Также на дежурстве находится вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с водосливным устройством. На прошедших выходных он привлекался к мониторингу обстановки и тушению огня. Было сделано три сброса воды в объеме 12 тонн на кромку пожара. В настоящий момент применять борт для тушения пожаров нет возможности по погодным условиям. При стабилизации метеоусловий авиаторы будут оказывать помощь наземным службам с воздухом. Спасатели МЧС России проводят противопожарную профилактику с жителями поселков. Напоминают правила пожарной безопасности на приусадебных участках, особенно в условиях действия особого противопожарного режима. Сообщают, что в настоящий момент выход в леса строго запрещен. Рассказывают о правильном алгоритме действий в случае угрозы перехода огня на территорию населенного пункта. И для того, чтобы затушить самый мощный в крае очаг лесных пожаров, пришлось не только купировать его с помощью заливки с вертолета, но даже искусственно вызывать осадки. И такая практика в нашем регионе используется впервые. На помощь в пожароопасный Айенамайский район из Якутии прилетел самолет-зондировщик. Сообщение об этом опубликовал официальный телеграм-канал «Рослесхоза». Пожар возник из-за грозы. После выполнения задания воздушное судно вернулось к месту базирования. Ан-26 «Циклон» обладает оборудованием, которое способно вызывать искусственные дожди. По обоим бортам зондировщика закреплены устройства, заряженные пиропатронами с йодистым серебром. Самолет заходит в облака и производит настоящий отстрел. В результате вызванных реагентом процессов над лесными пожарами начинаются обильные дожди. Но для вызова осадков подойдет не каждое облако, а только то, что содержит достаточное количество влаги. Но и это еще не все. Выбирается облачность с определенными критериями. Это высота облачности учитывается, нижний край облачности – это температура за бортом. Мы увеличиваем осадки, а соответственно людям наземных пожаротушений легче работать на пожарах. То есть не такая высота огня, не такое его распространение. Чем больше влажность, тем легче работать. Новые субсидированные маршруты соединят города Дальнего Востока и запад страны. В течение нескольких месяцев на юге России закрыты аэропорты в 11 городах. Поэтому федеральные средства, которые были выделены на субсидирование авиарейсов, освободились. И вот теперь, согласно решению Росавиации, их распределили по другим маршрутам. По сообщению ведомства, из Хабаровского края будет летать 14 субсидируемых рейсов. Причем несколько из них по направлению к Черному морю. Например, билет до Геленджика обойдется в 8 тысяч рублей. И за эти же деньги можно будет долететь и до Симферополя. В Сочи специальный тариф составляет 7,5 тысяч рублей. Минеральные воды – 7,8 тысяч рублей. Кроме прочего, у компании «Уральские авиалинии» появились маршруты в Санкт-Петербург и Москву. Специальный тариф составляет 7,3 тысяч и 7,2 тысяч рублей соответственно. Установлены и льготные цены на 8 маршрутов из Хабаровска. Среди городов назначений, например, Красноярск, Иркутск и Екатеринбург. Выделены субсидии и на полеты внутри региона. Улететь из Хабаровска в Магадан можно будет за 4 тысячи рублей. В Петропавловск-Камчатске – за 2,5 тысячи. На Сахалин – за тысячу рублей. Полет по полярному направлению Хабаровск-Ладивосток популярным обойдется в 1800 рублей. Подробности о стоимости билетов и условиях их покупки можно уточнить на сайтах авиакомпании. А мы продолжаем складывать пазлы уходящей недели и коротко о том, что обсудим после рекламы. Это еще не конец. Проблемный участок дороги на Павла Морозова начали закатывать в асфальт, но пока только техническим слоем. Почему специалисты не спешат завершать все работы и когда жители краевой столицы все-таки смогут проехать по готовому на 100% дорожному полотну? Пандемия и удорожание стройматериалов внесли свои коррективы в строительство инфекционного корпуса детской больницы. На каком этапе сейчас находится возведение такого долгожданного социального объекта и почему без привлечения дополнительной рабочей силы не обойтись? Ток против боли. Практика вживлять в спины пациентов электроды дошла до Хабаровска. Как это работает и когда временные устройства медики заменят на постоянные? Море не зовет. А температура воздуха никак не победит. Совсем не летний плюс 20. Стоит ли сейчас отправляться на отдых в Приморье, где объявлено новое штормовое предупреждение? Видимо, таковым не является. Именно так характеризовал свои работы, пожалуй, самый загадочный художник 20 века Рене Магрид. Какие полотна мастера могут увидеть хабаровчане и как правильно трактовать эти замысловатые картины-ребусы? Отпуск закончился. Хоккеисты Амуры начинают предсезонную подготовку. Когда стартуют первые тренировочные сборы и будет введен режим активных тренировок обновленной команды? Проблемный участок дороги на Павло-Морозово начали закатывать в асфальт, но пока это так называемый технический слой. Два последних месяцев на Павло-Морозово машины ехали по четырем полосам, но на пропускной способности участка в районе перекрестка с Радищева это никак не сказывалось. Движением мешали многочисленные выбоины и ямы, которые образовывались постоянно. Особенно тяжело было передвигаться по дороге после дождя. По заявлению городских властей, чтобы приступить к асфальтированию, нужно было выждать время, дождаться усадки грунта. Следили за состоянием полотна, в том числе и ученые Дальневосточного университета путей. После последнего анализа они пришли к поводу, асфальтобетон уже можно укладывать. Особое опасение вызывает участок дороги в районе автосервиса. Здесь на глубине 4 метров грунт пока неустойчивый. Поэтому ученые рекомендовали запретить движение по Павло-Морозово машинам с нагрузкой более 20 тонн на ось. Дополнительное воздействие большегрузных машин будет приводить его в состояние плавунного. То есть это будет грунт разжижаться, раздвигаться и уплотняться под воздействием этой нагрузки. Будет трещина в асфальте и прогибы. В итоге сейчас рабочими заасфальтировано 6 участков улицы, всего 215 метров. Но асфальт дорожники уложили только в один слой. Все потому, что специалисты водоканала и ученые Дальневосточного университета опасаются, что уровень воды в Амуре может подняться. И по старому коллектору она дойдет до нового дорожного полотна. Поэтому пока принято решение вернуться к дальнейшему производству работ ближе к осени. А пока наблюдение за тем, как поведет себя новое покрытие, будет осуществляться в ежедневном режиме. Если на асфальтобетоне появятся трещины, их зальют горячим битумом. Если проседание или вспучивание, то их исправят с помощью асфальтовых заплаток. Но полностью менять полотно уже не будут, а новые слои рабочие уложат поверх технического. Продолжим тему благоустройства. Теперь из индустриального района краевой столицы переместимся в Северный. Здесь начались работы по реконструкции сквера «Самбо-90». Его обновляют в рамках национального проекта по созданию комфортной городской среды. Спецтехника зашла сюда еще на прошлой неделе. Основные подготовительные работы заканчиваются. Старый асфальт уже сорван. Сейчас рабочие утрамбовывают песок, по которому пролягут новые пешеходные дорожки. В этом году это самый масштабный проект в Хабаровском крае по программе благоустройства. Из пяти общественных территорий, которые должны были появиться в Хабаровске, четыре находятся в одном сквере. Работы должны были начаться еще 1 мая. Однако контракт с подрядчиком пришлось расторгнуть. Он не смог выйти на объект вовремя. Подорожали стройматериалы. Теперь за будущий сквер отвечают сразу четыре подрядных организации. У каждой своя зона ответственности. Во время работ стараются сохранить зеленую часть сквера. Здесь самое главное было сохранить деревья, зеленую зону. По максимуму постараться, чтобы бережно к ней отнестись. То есть мы постарались, значит, по минимуму, чтобы деревья шли под снос. В этом году в Хабаровске обновленный сквер увидят и жители Южного микрорайона. Там тоже начались работы по благоустройству. Лидером голосования стал парк на пересечении улиц Рокоссовского и Ворошилова. Всего же в крае до конца октября появится 91 обновленная общественная территория. Программа по созданию городской комфортной среды не единственная, которая призвана поменять наше привычное окружение. В этом году был запущен новый проект с региональной спецификой. Это программа «Тысячи дворов в Дальнему Востоку». В ней речь также идет о благоустройстве общественных территорий. Только масштабы больше. По программе в этом году в Хабаровском крае благоустроят 160 дворов. На это регион получил более миллиарда рублей. Работы уже идут. Подрядчики зашли на все объекты и по контракту. Все должно быть готово до декабря. Ход работ на этой неделе оценила наш корреспондент Анастасия Привецкая. Еще несколько лет назад между четырех домов на улице Суворова не было ничего. Большая территория пустовала. Частично заполнить пространство помог муниципальный грант. Найти средства местные жители построили детскую площадку. Но заполнить всю пустоту она не смогла. Очень много лет у нас не действует площадка, которая была здесь. Это стадион. Потому что стадион – это такая форма спортивная, которая пользуется очень большим спросом. И зимой, и летом. Да, люди, дети, подростки уходили в другие двора, играли в футбол. В этом году в рамках федеральной программы «Тысяча дворов» территорию благоустроят полностью. По проекту осенью здесь должен появиться современный город-парк с зоной отдыха и спортивным комплексом. Также планируется установить сцену, проложить велодорожку и центральную аллею. 25% работ уже выполнены. Сейчас происходит процесс планирования. То есть разбили всю территорию площадки, соответственно, потому что разные зоны, разное покрытие. То есть в одном месте где-то брусчатка, в другом месте велодорожка. То есть, соответственно, основание нужно разноплановое. Вот такие большие-то поля были. Ну и здесь детские площадки были. Конечно, не важно было. На улице Магаданска в микрорайоне Красная Речка по этой же программе устанавливают детскую площадку. Часть старых деревьев пришлось спилить. Вместо этого подрядчик готов высадить новые, а еще разбить клумбы на тысячу тюльпанов. Убедили еще людей, что деревья уже старые. Пора их убрать. Заключение делали по деревьям? Конечно. Обязательно. Против вырубки деревьев выступали жители соседнего двора. Здесь живет много пенсионеров. Им нужен тенек. В итоге приняли решение большую часть деревьев оставить. Тем не менее, новшества будут. Должен быть здесь ответственный человек, который все время должен наблюдать за этой спортивной площадкой. Или как это у нас называется. Понимаете? Иначе они все разломают. Конечно, это хорошо для детей, что делают. В федеральную программу «Тысяча дворов» в Хабаровском крае вошли 160 территорий. Из них 53 в Хабаровске. Брать в сравнение, у нас 11 субъектов Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Вот мы на 160 дворов получаем миллиард 121 миллион рублей. Таких денег Хабаровский край на благоустройство дворовых территорий не получал никогда. Треть средств подрядчики уже освоили. Все работы должны быть закончены до 1 декабря. Анастасия Привецкая, Виктор Казаров, телеканал «Губерния». Сотрудники одного из хабаровских ресторанов вышли на уборку парка имени Гагариной. Как стало известно, Министерство ЖКХ Хабаровского края планирует в будущем за каждым парком или сквером закрепить организации, которые будут поддерживать чистоту на территории. Уборкой занялись 50 сотрудников одного из хабаровских ресторанов быстрого питания. У парка есть свой штат дворников, которые следят за чистотой. На уборку выходят ежедневно. Но в теплое время года посетителей, а значит и мусора, становится больше. И помощь со стороны волонтеров только приветствуется. Остальные 13 скверов и парков индустриального района убирает предприятие «Южное». Но их сил не хватает. Причина на поверхности – деньги. «Заработная плата не очень большая. И люди не все идут. Они выходят на нас, на комитет выходят. Мы стараемся им помочь». Сейчас шефство над парками и скверами взяли на себя учебные заведения, которые находятся рядом с ними. Чиновникам идея понравилась, и они решили пойти дальше – сделать ответственными за уборку зон отдыха крупные предприятия и организации. В первую очередь это касается тех общественных территорий, которые благоустроили в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Как рассказали в Краевом министерстве ЖКХ, пока официально ни одно предприятие регионной инициативу не проявило. И заставить их это сделать по закону невозможно. Тем не менее, администрации районов надеются, что такие предложения появятся. Как в этом случае изменится финансирование муниципальных предприятий – неизвестно. Мы на фабрике новостей, а далее короткая реклама. После нее продолжим разбирать главные события недели детально. Ток против боли. Практика вживлять в спины пациентов электроды дошла до Хабаровска. Как это работает и когда временные устройства медики заменят на постоянные. Море не зовет. А температура воздуха никак не победит. Совсем не летний плюс 20. Стоит ли сейчас отправляться на отдых в Приморье, где объявлено новое штормовое предупреждение? Видимое таковым не является. Именно так характеризовал свои работы, пожалуй, самый загадочный художник 20 века Рене Магрид. Какие полотна мастера могут увидеть хабаровчане и как правильно трактовать эти замысловатые картины-ребусы? Отпуск закончился. Хоккеисты «Амуры» начинают предсезонную подготовку. Когда стартуют первые тренировочные сборы и будет введен режим активных тренировок обновленной команды? В Хабаровске исследуют бивни и зубы мамонтов. Останки животных поступили в референтный центр Российхознадзора из Чукотского автономного округа. Задача специалистов измерить уровень радиации останков прежде, чем они отправятся зарубежному покупателю. Бивни мамонта в натуральную величину специалисты Хабаровского референтного центра никогда не видели. К ним для радиологического исследования приходит только несколько небольших фрагментов. С одной тонны чуть больше килограмма. Но этого достаточно для проведения анализа. Да и полностью кости в аппарат бы не поместились. История этих артефактов засекречена. Даже сотрудники центра о них ничего не знают. Единственная открытая информация – окаменелости привезли из Чукотского автономного округа. По закону, без проверки на радиацию останки нельзя вывезти из России. Возможно, после этого они отправятся в Китай. В Поднеместной такой товар пользуется особенным спросом. По неофициальным данным, сегодня цена за килограмм бивня древнего млекопитающего – более 100 тысяч рублей. То есть за один бивень около двух миллионов. При этом останки мамонта являются природным ресурсом. Любые манипуляции с ними проводятся под строгим контролем государства. Задача экспертов – определить, какое количество цезия и стронция содержат останки. Если допустимые нормы превышены, таможня не даст добро на вывоз полезного ископаемого. Здесь впереди видно, что ноль. То есть даже ниже, чем какую-то цифру, он ноль нам показывает. Вот такой отчет потом формирует сама программа. Дополнительные детали начали вставлять пациентов хабаровские медики. В спину пациенту вживляют электроды. Но это только часть устройства, которое помогает избавиться от сильной и продолжительной боли. Такие пока временные стимуляторы устанавливают нейрохирурги краевой клинической больницы имени профессора Владимирцева. Сама по себе технология не новая. И такие операции уже давно проводят в нескольких городах страны. Теперь очередь дошла и до Хабаровска. Уже через месяц пациентам с болями в спине начнут вживлять постоянные устройства. Ток против боли и о том, как это работает в материале Марина Нестерович. Это набор электродов для тестовой стимуляции. Здесь есть игла. Толщина катетера с электродами чуть больше одного миллиметра. Вживляют его в область позвоночника. При этом человек во время операции находится в сознании. Обезболивают только место прокола на спине. Устанавливают стимулятор в том случае, если у человека диагностирован хронический болевой синдром. Когда боли в спине длятся больше шести месяцев, и анальгетики уже не помогают. Такое может произойти после операции или при хронических заболеваниях, например, остеохондрозия. То есть боль притупляется, становится легче, комфортнее? Да, да, да. После того, как электроды установили, к ним подключают программатор. Это компьютер, который позволяет контролировать силу тока. Именно электрическое напряжение и блокирует боль. Пациент ходит вместе с этим генератором импульсов в тестовом периоде где-то от 7 до 14 дней. Также у пациента находится вот такой пульт управления. С помощью этого пульта пациент сам может задать необходимые параметры для себя. В Хабаровске до недавнего времени при хронических болях спины ставили только временные стимуляторы. Этим летом Краевая больница имени профессора Владимирцева получила федеральную квоту на установку постоянных устройств. Раньше за этой медицинской услугой больным приходилось отправляться во Владивосток, Новосибирск или Москву. Мы рассчитывали, что примерно на Дальнем Востоке нужно ставить несколько сотен таких операций. Ну, на всем Дальнем Востоке я имею в виду, выполнять подобных операций. Соответственно, я думаю, что потребность в городе Хабаровск не меньше, там 20-30 подобных операций в год, это точно. Стоимость операции полтора миллиона рублей. Постоянный стимулятор может работать в течение 80 лет. После этого необходимо обновить заряд батареи, который находится внутри человека. Марина Нестерович, Константин Пестерев, телеканал «Губерния». Более 200 миллионов рублей поступит в Хабаровск из федерального бюджета на строительство инфекционного корпуса детской больницы. Сейчас объект готов на 60%. Дополнительные средства потребовались из-за удорожания стройматериала. С инспекции на стройку приехали министр строительства и заместители председателя правительства Хабаровского края. Последний раз ход работ проверяли в апреле. Сегодня рабочие занимаются электричеством, сантехникой и установкой вентиляции. Далее можно будет приступить к чистовой отделке. Строительство инфекционного корпуса детской больницы началось два года назад. Проект нетиповой, разрабатывался специально для Хабаровска. Стоимость объекта вместе с медицинским оборудованием около 2 миллиардов рублей. Конкурс выиграла компания, которая занимается возведением поликлиники в микрорайоне «Строитель» и школы в Нанайском районе. Инфекционный корпус обещают сдать в декабре. Сроки сдвинулись из-за пандемии. Сейчас на объекте работают 60 человек, но в правительстве региона считают, что этого недостаточно. Динамика существенная относительно того периода, который я приезжал ранее. Но еще раз повторюсь, таким количеством мы точно этот объект не сдадим. Поэтому в срочном порядке сейчас надо будет увеличивать группировку рабочих. В новом корпусе будет все необходимое оборудование и коечный фонд в два раза больше на 125 мест. А вот действующее инфекционное отделение Хабаровска находится в здании 1970 года постройки. По словам врачей, капитальный ремонт здесь не проводился ни разу. К тому же из-за роста детского населения давно назрела потребность в расширении. Пока же из-за нехватки помещений некоторые исследования приходится проводить в основном корпусе. Есть ряд исследований, более масштабных, как спирально-компьютерная томография, МРТ. Куда мы не сможем его привезти ребенка, мы вывозим, конечно, на другие наши базы. В прогрессивную 6, либо же в другие учреждения. Постоянно это происходит. Раз, два раза в неделю стандартно. Автополив для грядок и настольные игры. Такие увлечения у современных детей. По крайней мере, часть из них точно таким занимается. Свои разработки на этой неделе представили воспитанники Центра цифрового образования IT-куб из села Восточное. Дети тратят каникулы на то, чтобы внедрить компьютерные технологии в сельское хозяйство. Компьютер, датчики и грядка с редисом – это все, что потребовалось школьникам, чтобы воплотить свой проект. Специальная программа считывает уровень влажности почвы, и если она пересушена, садовые капельницы автоматически подают воду. А в другой группе школьники с помощью 3D-принтера воссоздают настольную игру шахматы. Привычные фигуры заменили на персонажей компьютерной игры. На разработку фигур и поля потратили две недели. Создать игру предложили сами школьники. Отдыхают с пользой дети не только в Центре цифрового образования, но и в летнем лагере при школе села Восточного. Здесь они получают знания, которые действительно пригодятся в быту. Например, как правильно выбрать мыло. А на прошлой неделе учились отличать полезный йогурт от неполезного. Мне родители рассказывают, что у меня дочка подошла, и она полчаса провела около этой витрины. Сказала мне, что мама, ты неправильно выбираешь йогурт. Надо смотреть не на картинку, а надо смотреть на вот этот параметр, например, на срок годности. Надо смотреть на состав йогурта. Всего в Хабаровском крае 415 лагерей. Большую часть составляют пришкольные и лагеря труда и отдыха. 15 загородных. С начала лета в Хабаровском крае организовано и с пользой отдохнули уже более 120 тысяч детей. Далее короткая реклама, а после вернемся к самым интересным деталям произошедшего в городе и крае. Море не зовет. А температура воздуха никак не победит. Совсем не летний плюс 20. Стоит ли сейчас отправляться на отдых в Приморье, где объявлено новое штормовое предупреждение? Видимое таковым не является. Именно так характеризовал свои работы, пожалуй, самый загадочный художник 20 века Рене Магрит. Какие полотна мастера могут увидеть хабаровчане и как правильно трактовать эти замысловатые картины-ребусы? Отпуск закончился. Хоккеисты Амура начинают предсезонную подготовку. Когда стартуют первые тренировочные сборы и будет введен режим активных тренировок обновленной команды? Западным районам Приморья сейчас не сладко. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Мощные дожди могут вылить на приморскую землю до 50 мм осадков. В Хасанском районе уже размыло дороги. Проехать нельзя к Гвоздево, частично к Безверхово и Андреевке. И реки продолжат перебывать. По Владивостоке все не так печально, но ливневые потоки бегут по всем тротуарам. Экстренные службы работают в усиленном режиме. Дневные температуры держатся на отметке плюс 20-22, ночные в пределах 16-19. При этом вода на настоящий момент в курортных зонах Приморья прогрелась до 19-21 градуса. И несмотря на дожди, остывать море не будет. Специалисты объяснили, что комфортной принято считать воду, прогревшуюся до 20-23 градусов. Но похоже, что в ближайшее время туристов солнце Приморья не ждет. На выходные в крае объявлено новое штормовое предупреждение. Мир иллюзий бельгийского художника-стюреалиста Рене Магрита смогут увидеть хабаровчане. В краевую столицу привезли коллекцию цветных литографий мастера. Что своими работами хотел сказать самый загадочный художник 20-го века и как трактовать его картины «Ребусы», расскажет разведующая сектором зарубежного искусства Дальневосточного художественного музея Алена Фролова. Рене Магрита называют самым загадочным художником 20-го века. Вот в чем эта загадочность, если объяснить простыми словами? Несомненно, он сделал многое для того, чтобы его воспринимали именно так. И начиная с личности, он очень не любил афишировать свою частную жизнь. Он себя называл тем же человеком в котелке, которых миллионы ходят по Европе, по европейским городам. И заканчивая, конечно, его произведениями, каждая из них – это загадка, каждая из них – тайна. Причем художник говорил, что совершенно не нужно анализировать его работы. В этом, собственно, и был его конфликт с основной группой сюрреалистов. Что не надо копаться в моих работах, не надо искать тайные смыслы. Тайна – это самое главное, она непознаваема. Никто никогда не сможет разгадать ни картину, ни тайну. Тайна непознаваема, но то она и тайна. Поэтому вы можете смотреть на картину, ощущать, что вы почувствовали, поймать свои эмоции. И ваши эмоции, моя картина и вы сами – это, собственно, и есть главное в моем творчестве, в моей работе. В этом и задача. Какие работы самые известные? Вот на какие вы бы лично посоветовали обратить внимание? Перед нами «Сын человеческий» – это уже поздняя работа 1964 года. Стала она, несомненно, визитной карточкой художника, потому что здесь совмещены все его идеи. А идея, как мы уже с вами говорили, видимая таковым не является. Все есть тайна. Мироздание есть тайна, человек есть тайна. Все, что мы думаем, все, что мы видим – это тайна. И он рассуждал о том, что человеческое видение субъективно. Даже мы с вами будем смотреть на эту работу, и каждый увидит что-то свое. Но первое, что мы видим, естественно, это самое яблоко, закрывающее лицо. Но закрывает оно его не полностью. Художник дает нам шанс понять, что за яблоком прячется что-то еще. То есть все не так, как мы видим на первый взгляд. Это не яблоко в шляпе в костюме. Это яблоко, скрывающее человека в шляпе в костюме. А правда, что это он сам? Человек в костюме, этот образ? Но он старался, он, Магрит, он старался соответствовать этому образу, действительно. И про данную работу можно сказать, что это один из пяти его автопортретов. Вот рядом находится работа «Великая война». Да, «Великая война». И если не назвать эту работу, то мы в жизни бы, наверное, сами это название и не придумали. Я сейчас тоже об этом подумала, что совершенно название не соотносится с тем, что изображено в итоге. Когда ее написал Магрит, а это тоже 1964 год, вы можете увидеть, что они парные по композиции, по позе героев. Когда Магрит написал эту работу, и все прочитали это название «Великое война», все подумали о войнах, которые происходили в 20 веке. На самом деле Магрит как раз таки развивал эту тему видимого и невидимого. Он говорил, что реальность настолько полна вот этим противоречием, вот этим конфликтом того, что видимое нам скрывает, что это практически превращается в конфликт, в борьбу. И название «Великая война» как нельзя лучше соответствует этой идее. На самом деле он говорил только об образе. А вот трактовка его картин, насколько вообще она была близка или не близка Магриту? Что говорили его современники? Современники говорили многое. Рассвет его творчества пришелся на конец 20-х, затем 30-е, 40-е, 50-е и до конца 60-х годов он творил. Естественно, в это время в Европе существовала масса течений, ближе всего ему был, несомненно, сюрреализм. И, конечно же, интерес к психоанализу был очень силен. Люди пытались запечатлеть свои сны и с помощью своих снов толковать какие-то образы. Не притягивались, конечно, искались какие-то архетипы в истории искусства, культуры, мирового искусства. Магрит был решительно против. Он уверял, что его картины ничего не скрывают. То есть все нарисовано. Главное – это образ. И главное, что вы чувствуете, глядя на этот образ. И вот его знаменитейшая работа, которая является одним из символов, главных символов сюрреализма «Эта не трубка», представляет себе небольшую работу, во всю длину которой изображена курительная трубка, несомненно. Но подпись под ней утверждает обратное. И он писал, что зритель возмущался. Меня все время спрашивают, ну как же, ну что же, разве же это не трубка, разве не очевидно, что это трубка? Нет, очевидно, что это не трубка, вы же не можете ее закурить. То есть это изображение трубки. То есть он всегда бился за истину образа. То есть он изображает образ. Он изображает не сам предмет, он и называл себя не художником. Он считал, что он философ, работающий с образом, да, что он с помощью кисти изображает свои идеи. Обратимся к не самой, может быть, ну в череде его многочисленных, очень популярных работ. Возможно, не самое известное, не самое первое будет в этом ряду. Посмотрите, он изображает землю как цветок, да, как цветок. Но с другой стороны, эта земля абсолютно глянцевая, она похожа на бильярдный шар. Где океаны, где облака, где ощущение жизни. То есть с одной стороны он сочетает здесь жизнь и вот этот росток какой-то, да, а с другой стороны он уже изображает нечто погасшее, да, окаменевшее, как Марс. Так что это такая, наверное, самая драматичная по ощущениям. Еще одна есть драматичная работа, давайте к ней сейчас подойдем. Я хочу, чтобы вы про нее рассказали, я думаю, вы понимаете, о какой работе идет речь. Вот она здесь и называется она «Влюбленные». Но, опять же, современники, психоаналитики связывают это с личной жизнью. Магрита, прокомментируйте ее, пожалуйста. Существовало еще и три жизни, Магрита, существовало три версии. Ну, скажем так, может быть, версий было гораздо больше, просто три самые популярные объяснения были. Но, очевидно, любовь слепа, это самое очевидное, да, мы не видим того, в кого мы влюблены. Мы видим его достоинства только, мы им восхищаемся, теряя главное. Есть версия о том, что, ну, это самая трагическая версия, это несомненное влияние на него оказало, когда он был подростком, смерть матери, она утонула. И якобы, по легенде уже сложившейся, да, в истории искусства, что он увидел тело матери с накрытой головой, покрытой головой. Якобы его настолько потрясло это видение, что потом оно стало повторяться во многих работах. Он категорически протестовал против этого утверждения, но неизвестно, правда, это или нет. Третье связано с миром кино, как ни странно. В 20-е годы, ещё эпоха немового кино, появился фильм «Фантомас», и там Фантомас как раз тоже закутывал голову чем-то таким вот тканевым. И якобы его друг Магрита, издатель, художник, в 1927 году, то есть за два года до создания работы, посоветовал попробовать вот такой образ, спрятать лица в простыню. На сегодняшний день есть чуть более 50 литографий с живописных произведений Магрита. Сюда приехало 50 работ, привёз их Артбанк в Санкт-Петербург, мы с ними сотрудничаем уже много лет, так что мы имеем возможность здесь в Хабаровске увидеть литографии с работы Магрита. Подлинники же находятся, большей частью в Америке, очень любили американцы и при жизни очень хорошо приняли Магрита. В Европе было немножко сложнее, наверное, прежде всего из-за конфликта его с сюрреалистами. Но, естественно, в Бельгии есть дом-музей Магрита, есть музей Магрита, где находятся его работы, в Австралии есть произведения его живописные, ну и, конечно же, МОМА, музей современного искусства в Нью-Йорке, и Метрополитен-музей, и Чикаго, институт искусств. Так что подлинники разбросаны по миру, но большей частью они находятся в частных коллекциях. Ален, выставка очень интересная, захотелось прийти и рассматривать каждую работу. До какого времени можно хабаровчанам попасть в музей и оценить работы Магрита? Выставка наша продлится до 11 сентября, так что мы надеемся, что придете и не один раз, посмотрите, подумайте или покоритесь тем образом, которые демонстрируют эти работы. Почти 300 человек приняли участие в фестивале-ярмарке «Амурфест». Это только те, кто ждал гостей. То есть рестораторы, художники, мастера декоративно-прикладного искусства, музыкальные группы. Сам фестиваль продолжался три дня и раскинулся на двух площадках. Одна в Северном микрорайоне Хабаровска, вторая – Центральная на площади имени Ленина. Народу пришло много, было что посмотреть, в чем поучаствовать и что купить. В этом смогла убедиться моя коллега Дарья Небора. Три дня с утра и до самого вечера на площади имени Ленина беспрерывно выступали творческие коллективы со всего Хабаровского края. Для гостей работали мастер-классы, фотозоны, были конкурсы с призами. В качестве подарков – продукция мастеров ручной работы и рестораторов. Например, награду могли вручить за то, что участник активнее всех танцевал под музыку или аплодировал артистам. Погулять, выходные, тем более погода позволяет. Ну да, пока не жарко. Главные действующие лица Амурфеста – мастера декоративно-прикладного искусства. Только на площади Ленина их около ста. Я купила куклы для своей коллекции. Я всегда прихожу, мне нравится. Конечно, это нужно. Люди могут выставить свое творчество, показать, на что они способны, что они делают. И народу весело. Хранитель фондов Дальневосточного художественного музея Ксения Маликова представила свои работы из керамики. Плитку, светильники, скульптуры. Посуда мастера пользуется популярностью у ресторанов и кафе Хабаровска, Владивостока и Благовещенска. Особым спросом пользуются ананайские севены. Это совместный проект керамиста и музея. Скульптуры ручной работы – точные копии тех, что хранятся в фондах Дальневосточного художественного. Только их можно унести с собой домой. Это от психических заболеваний. Ну, то есть, если у человека какие-то, ну, я не знаю, там, проблемы или в душе что-то, вот призывался вот такой вот Севен и помогал шаманам нашим, нашим, на Найске. Это оберег дома, это тигр. Это, в принципе, просто оберегал дом, семью. Все работы обожжены четыре раза при температуре 1200 градусов. Последний обжиг проходит на костре. Эта техника, не побоюсь, так громко сказать, владеют два, ну, три керамиста в Российской Федерации. Потому что это определенная должна быть печи, определенные должны быть технические возможности, опыт. Поэтому вот на Дальнем Востоке мы, ну, одни единственные. Первый Амурфест прошел в прошлом году. Теперь фестиваль проводят каждый сезон. Летом, осенью, зимой и весной. Этот стал пятым по счету. За три дня гостями Амурфеста стали более 12 тысяч человек. Следующий фестиваль пройдет осенью. Дарья Небора, Константин Пестерев, телеканал «Губерния». Хоккеисты Амура начинают предсезонную подготовку. Сегодня у спортсменов закончился официальный отпуск. И уже 1 сентября начинается новый сезон чемпионата КХЛ. До конца этой недели обновленный состав Амура пройдет медицинское обследование и сдаст все необходимые тесты физического состояния. А уже на следующей неделе команда перейдет в режим активных тренировок. У спортсменов начнутся первые официальные сборы нового сезона. Они пройдут в Хабаровске, после чего команда отправится в Московскую область, в центр подготовки сборных команд России, где продолжат подготовку. Помимо тренировочного процесса, до начала чемпионата наши хоккеисты примут участие в четырех контрольных матчах в предсезонном турнире и Кубке мэра Москвы. 1 сентября будет дан старт регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Ожидается, что Амур начнет сезон выездными матчами. Однако полного календаря турнира еще нет. Вот такой на этот раз сложилась уходящая рабочая неделя, которая, кстати, привела нас уже к самой середине этого лета. Именно сегодня начинается его вторая половина. И что знаково, начинается выходными. Успейте провести их с пользой для себя и самых близких. Всего вам доброго и до встречи на телеканале «Губерния». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова